Тан Сан, 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 Тан Сан и Биби Дун. Да, императрица Духовной Империи тоже примет участие в битве, и это очень усложнит ситуацию. Её сила достигла 99-го ранга, а также она в одном шаге от унаследования божественного положения. Это будет вторая битва Тан Сана с Биби Дун. В первом сражении Сану сильно помог морской бог, который почти убил Биби Дун навыками Трезубца. Однако силы Тан Сана на тот момент не хватило, чтобы полностью уничтожить её. На этот раз Сан куда сильнее. После прошлой встречи с Биби Дун он стал титулованным, получил два красных кольца и две духовные кости. Его ранг сейчас 93-й. Эта битва была куда интереснее и зрелищнее. На перевале Дзялин Биби Дун увидела, что сторона Небесной Империи неожиданно прислала только 8 человек. Это были монстры Шрека. Сначала она смотрела безучастно, но увидев, что впереди всех шёл Тан Сан, владеющий Трезубцем Морского Бога, она сразу же крикнула, «Плохо! Все старейшины, следуйте за мной!» Сказав это, она оставила свой пост императрице и резко взлетела с перевала Дзялин. Пурпурные крылья расправились за ней, и она скользнула прямо вниз. Она дала чёткое указание – никому нельзя блокировать Трезубец Тан Сана. В противном случае любой мастер понесёт непоправимый ущерб, и Тан Сан действительно поверг нескольких сильных мастеров. Биби Дун просто не могла игнорировать присутствие Тан Сана. Он также сразу же почувствовал мощное давление духовной силы. Теперь Биби Дун была по-настоящему злой. Её панцирь и паучьи доспехи моментально покрыли всё тело. Несмотря на то, что Сан уже был на 93-м ранге, а также использовал моло чистого неба и кости 100-тысячелетних зверей, абсолютный разрыв в духовной силе всё ещё ставил его в невыгодное положение. Духовная сила Биби Дун оказала на него полностью подавляющее воздействие. С Биби Дун было 8 титулованных, и на стороне Тан Сана также было 8 человек. А Нин Рон Рон была духовным мастером типа поддержки. С её усилением, все монстры Шрека могли продемонстрировать силу титулованного. Но и враги не были слабыми. Кстати, с ними вперёд также вышли титулованные Ядовиты и Януди. В то время как старейшины Храма и монстры Шрека сражались друг с другом, Тан Сан взял Биби Дун на себя. Они неистово обменивались ударами. Тан Сан не мог упустить возможность снова использовать навыки Трезубца Морского Бога, чтобы одолеть императрицу. С первым навыком Трезубца ему было нетрудно обездвижить Биби Дун. Он производил круг за кругом золотого света, распространяясь в сторону противника. Увидев эти золотые кольца, Биби Дун не могла сдержать ужаса на лице. Она всё ещё глубоко помнила, что именно из-за этого золотого кольца она была вынуждена использовать свою девятую духовную способность – бессмертное тело в последний раз в Великом Звёздном Лесу. И даже выжив, она всё ещё была серьёзно ранена. Следовательно, увидев выпущенный Саном Навык нефиксированная буря, Биби Дун моментально остановилась в воздухе. Взмахнув обеими руками, ярко-фиолетовый и чёрный свет сгустились перед ней, образовав непробиваемую защиту. Тан Сан слегка улыбнулся. На самом деле, эти круги предназначались не для неё. Они разошлись по обеим сторонам, каждый из которых двигался, чтобы охватить титулованного, сражающегося с Сяо Ву, а также противника Дугабо, титулованного Дикобраза. Даже сражаясь с таким мощным соперником, как Биби Дун, Тан Сан успевал помочь своим товарищам. Биби Дун не заставила себя ждать. Мгновенно появились 9 её духовных колец. Она выпустила своего второго духа, императора пауков, пожирающих душу. Тёмно-зелёное лезвие яростно рубило Тан Сана. Биби Дун сосредоточила всю свою силу на этой атаке. Было видно, как этот тёмно-зелёный световой клинок крайне неустойчиво мерцал в воздухе. Искажённый свет делал практически невозможным его избежать. Даже с уровнем ментальной силы Тан Сана, если он попадёт в зону действия этой атаки, он не сможет увернуться. Тан Сан понял, что Биби Дун была полна решимости убить его. Будто на поле битвы или нет, она решила избавиться от своего главного противника. Если этот юноша продолжит взрослеть и становиться сильнее, он станет для неё смертельной угрозой. Столкнувшись с таким кризисом, даже Тан Сан с его бесчисленными способностями почувствовал себя беспомощным перед абсолютной силой. Биби Дун демонстрировала силу титулованного 99-го ранга. Тан Сан понимал, что ему ещё далеко до настоящего пикового эксперта. Он решил использовать третий навык Трезубца – Вечное Уничтожение. Как в прошлом, когда почти убил Биби Дун. Но она на этот раз подготовилась лучше. В тот момент, когда Тан Сан выпустил этот навык, в него была направлена сильнейшая атака Биби Дун. И он не увернулся. Трезубец Морского Бога выстрелил, как Золотой Метеор. Там, где проходил Золотой Свет, все препятствия испепелились. Все стоявшие там солдаты в тяжёлых доспехах полностью исчезли бесследно. Мощным взрывом прямо в стенах толщиной в 100 метров была пробита дыра диаметром 5 метров. Тело Биби Дун также взорвалось на тысячи мелких кусочков. А что же случилось с Тан Саном? Нас ждёт невероятная битва. Большое спасибо за просмотр. Напишите, что по-вашему поможет Тан Сану победить Биби Дун в этот раз. Подписывайтесь на канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok